Не заросла тропа народная, к ногам поэта несут цветы. С этого момента Всероссийский Державинский фестиваль считается открытым. У памятника Гавриилу Державину поэты и писатели – деятель культуры со всей России. Кого-то он вдохновил на творчество, а Фатихси Богатуллин и вовсе включил историю земляка в свою книгу о великих татарах. «Очень любил Казань. Стихи у него крылатые. Как время катится в Казани золотое. Колыбель моих первоначальных дней, невинности моей и юности обитель, когда я освещусь опять твоей зарей. И твой по-прежнему всегда, всегдашний буду житель». О Казани у поэта, первого министра юстиции Российской империи, ученого, стихов много. На этой земле он когда-то делал первые шаги в творчестве и науке в селе Сакуры Лаишевского района. Тогда рано осиротевший мальчик даже не думал о том, что когда-то попадет в учебники, как одна из самых одаренных и многогранных личностей в истории. «Здесь ощущается отношение к Державину у всех, кто пишет. Большое количество поэтов в Татарстане. И они все к этому причастны, это чувствуется». «Каждый год то, что здесь проводится в Казани, митинги, праздники, Борис всегда освящен Державину, это не только праздник Державина, это праздник русской поэзии, праздник российской поэзии». В этом году фестиваль особенный. Впервые премию имени Гавриила Державина получат писатели, поэты-переводчики, а также юристы. Она учреждена приказом Рустама Миниханова. А в бронде память Державина запечатлит еще один памятник. Он откроется в селе Егорьево, где похоронены родители поэта. Алсу Гусманова, Айрат Мухамедзианов, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.